МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четвёртый дом семейного типа открылся в Варановичах 12 января. Елена Александровна и Андрей Иванович Воробей заменили восьми приёмным дочерям и сыновьям, родителей, ласки которых дети были лишены. Работники молочного комбината подготовили развлекательную программу и привезли подарки для воспитанников Городищинского дома-интерната в рамках республиканского проекта, проводимого общественным объединением БРСМ «Чудеса на Рождество». Четыре человека, пострадавших от холода, сейчас находятся на лечении в городской больнице. Одному грозит ампутация. Значимое культурное событие – творческий вечер барановической поэтессы Галины Лис, который прошёл в музее имени Петруся Бровки в Минске. Добрый вечер! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». 12 января для Брестской области стал знаменательным. В этот день два детских дома семейного типа в Ганцевичах и Барановичах отворили свои двери для мальчишек и девчонок. Для нашего города это уже четвёртый такой дом, где дети, оставшиеся по разным причинам, без попечения родителей, нашли семейное тепло, заботу и любовь. Новый социальный объект был построен практически в центре города. На улице Свердлова 21 сжатые сроки – 4 месяца. На его строительство было затрачено более 158 тысяч рублей. Строительство дома осуществляло открытое акционерное общество строительно-монтажный пояс номер 294 «Трест Белтрансстрой», начальник которого Юрий Носов вручил хозяину дома символический ключ. Более 100 тысяч выделено из республиканского бюджета, 55 тысяч выделено из областного и 30 тысяч мы выделили из городского бюджета на оснащение оборудования этого замечательного дома. Я сегодня же хочу, конечно же, сказать огромное спасибо и председателю областного исполнительного комитета Анатолию Васильевичу Ильису за поддержку в этой работе, в том числе и финансовую. Ну, а что касается созданной семьи, хочу, конечно же, пожелать, чтобы счастье было в этом доме. И, конечно же, вот обращаясь к родителям, выражаю, наверное, уверенность, что они, сколько бы деток не воспитывалось в этом доме, они не будут подразделять их на своих и чужих. Ну, а деткам, наверное, все-таки вот за то время, пока они уже прожили, как говорят, обкатка этого дома была, они сумели почувствовать, ну, может быть, кто-то и оценить уже вот удобство, уют, комфорт, которые создали для них государство, и заботу, внимание, ну, а может уже и любовь новых родителей. На торжественной церемонии открытия детского дома семейного типа присутствовало много гостей, в том числе из области поздравить новоселов, пожелать им мира и добра приехал начальник управления образования Брестского облсполкома Юрий Просмыцкий. Сегодня в Брестской области создана целая сеть уже во всех районах домов семейного типа. Гости пришли не с пустыми руками. От городского исполнительного комитета семье был вручен кухонный комбайн от Брестского облсполкома сертификат на 500 рублей. После официальной части гостей пригласили в дом, где они познакомились с условиями жизни детей, пообщались с семьей и угостились чаем с тортами и печеньем, которые были приготовлены накануне хозяйкой и ее многочисленными юными помощницами. Благодаря политике нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, которая направлена на то, чтобы каждый ребенок, который остался без попечения родителей, воспитывался в семье, сегодня в городе Барановичи 30 деток, которые остались без попечения родителей, воспитываются вот в таких детских домах семейного типа. Ну и вообще таких ребят у нас порядка 300 человек, и все они воспитываются сегодня в семьях. В 149 опекунских семьях и в 44 приемных семьях. Поэтому вот я считаю, что это, конечно, для города очень и очень важно. У семьи Воробей два ребенка биологических. Старшему сыну 21 год, живет уже отдельно младший Яне 14. Приемных здесь 8 мальчишек и девчонок, все из города Барановичи. Взрастив своих детей, Елена и Андрей Воробей решили, что их душевного тепла и сил хватит, чтобы доставить радость семейного тепла еще другим детям, которые по разным причинам оказались лишены этого. Ну, в принципе, в силе, достаточно молодые с мужем. Мы решили, что можем дать еще шанс, еще кому-то путь открыть в жизни и какой-то оказать помощь, фундамент какой-то. Потому что для ребенка самое главное – это фундамент. Что он знает, что можно на кого-то опереться. Что он знает, что можно кому-то даже пожаловаться и поплакаться. Это тоже иногда надо, даже мальчишка. Поэтому, в принципе, вот так оно и пришло, это желание. Ну, мы, конечно, хотели сразу. Ну, было у нас двое деток, мы решили двое. Брать-ка сестричку. Так к нам пришли Федюков и Ангелина, и Федюков-Арсений. Но у них в семье четверо детей. И вот Милана как бы очень хотела к нам попасть тоже. Вот, неоднократно это все. Тетя Лена, возьмите меня, тетя Лена, возьмите меня. Ну, ей скучно, потому что все-таки четверо детей были в семье. Вот, а в приемную семью она попала, там старшая девочка, и она одна маленькая. Ну, я так понимаю, что хотелось просто больше общения. Ну, и так вот и пришло, что мы согласились ради Миланы, согласились на детский дом семейного типа. Елена Александровна до открытия дома семейного типа работала в отделе образования спорта и туризма Барановического гурсполкома приемным родителем. Андрей Иванович работает слесарем в 558-м авиационном ремонтном заводе. Здесь все дети имеют свои увлечения. Кто-то занимается танцами, кто-то пением, спортом. Живут дружно, как призналась юная Яна Воробей, которая стала финалисткой телепроекта «Таллент Краины». Когда семья стала больше, в ней появилось и больше тепла. Когда мы с братом жили вдвоем, спокойно было, более-менее тихо. А когда приехали дети, конечно, веселее намного стало, уютнее, теплее. Довольно было сразу тяжело привыкнуть. У каждого свой характер, индивидуально все хорошо поют. Это довольно приятно. Дети привыкли к нам, мы привыкли к ним. Знаем уже друг друга, больше дружим. Да. Тепла здесь действительно хватит всем, ровно как и место. Одноквартирный двухэтажный дом площадью 216,5 квадратов. Комнаты детей рассчитаны на двух человек. А главное, что многие ребята воссоединились со своими братьями и сестрами. Я в другой семье была, и мне было лучше общаться с родными. Тебе здесь нравится? Да. С ребятами продружился, особенно с мальчиками. Ну, и еще это Лену Александровну называю мамой, и Андрея Ивановича называю папой. Как тебе здесь нравится? Да. Может быть, обязанности у тебя какие-то есть? Расскажи, пожалуйста, ваши много? Ну, немного. Дежурство на кухне. И мы с Арсением дежурим в пятницу и субботу. Ну, вот дежурство на кухне. И дежурим иногда по всему дому. Генеральный оборот. Ну, хожу на атлетику, на улицу с рукой, метаю там ядро, бегаю 30 метров, иногда круги, прыжки в длину. Кем в будущем себя видишь? Спортсмену. А как тебе вот здесь живется? Круто. Детские дома семейного типа открываются при поддержке программы президента страны «Дети Беларуси». Это одна из тех программ, которая работает уже на протяжении десятилетия. За это время закрыли треть интернатов, а число воспитанников в оставшихся сократилось более чем наполовину. Одна из главных целей национальной политики – полностью отказаться от детских домов и интернатов, чтобы семья была у каждого ребенка. В рамках республиканской акции, инициированные Центральным комитетом общественного объединения БРСМ «Чудеса под Новый год» работники молочного комбината подготовили развлекательную программу и привезли подарки для воспитанников городищенского дома-интерната. С большим желанием поучаствовать в акции откликнулись молодые люди, посещающие отделение дневного пребывания для людей с особенностями территориального центра социального обслуживания населения. Здесь всегда рады видеть гостей. В этом году, как никогда, двери городищенского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития не закрываются. Волонтеры, спонсоры и просто неравнодушные люди приходят, чтобы не только принести подарки, но и устроить небольшой праздник для детей и молодежи, находящихся здесь. То добро, которое творится в декабре, январские, рождественские праздники, Новый год, старый Новый год, это такая радость для наших детей, что ее надо прочувствовать, поучаствовать даже в той сказке и в тех мероприятиях, которые нам привозят эти люди. И я хочу сказать, что наши дети, им никогда общения не бывает мало. Им общение нужно, потому что это всегда новые люди, это новое мировоззрение и, по большому счету, это новые друзья. Подарить сказку, волшебство и хорошее настроение детям помогли аниматор Екатерина Попцова, которая подготовила сценарий и предоставила костюмы для работников молочного комбината, членов общественного объединения БРСМ, участвующих в выступлении. В Городищенском доме-интернате молодежь предприятия была впервые, но, как заверили участники акции, не в последний раз. Творить добро – это прекрасно. Давайте вместе дадим шанс поверить детям в чудеса. Именно под таким девизом на нашем предприятии была организована рождественская акция «Чудеса под Рождество». Каждый коллектив, каждый работник нашего структурного предприятия принял активное участие. Тем самым подтвердит, что на нашем предприятии работают не только профессионалы своего дела, но и люди с открытой душой и добрым сердцем. Пользуясь возможностью, я бы хотела сказать отдельное спасибо каждому за его активность. Пусть в вашем доме всегда будет все самое наилучшее и хорошее. Пусть ваши сердца бьются в ритме счастья, добра и улыбок. Твори добро – оно прекрасно, без всякой цели, просто так, как по цепочке бумерангом, оно вернется в добрый час. В отличие от работников молочного комбината, молодежь из отделения дневного пребывания для людей с особенностями психофизического развития здесь не впервые. Более того, в доме-интернате их знают и ждут. Мы с радостью откликнулись на предложение Белорусского республиканского союза молодежи поучаствовать в такой замечательной акции. Тем более, что в городищенском доме-интернате уже есть у наших ребят друзья. Мы сюда не первый раз приезжаем. Мы с ними регулярно встречаемся на различных мероприятиях. И наши ребята рады не только подарить частичку своего таланта, своего душевного тепла, своего хорошего рождественского новогоднего настроения, но и просто встретить здесь своих старых добрых друзей и пообщаться с ними. В городищенском доме-интернате проживают 215 человек от 4 до 18 лет с особенностями психофизического развития. У каждого свои особенности, но о них здесь никто не думает. Привыкли жить с диагнозом, который не мешает и здесь помогать другим, уверен 22-летний Дмитрий Глушинь, который здесь живет уже 7 лет. Я уже нахожусь 7 лет в интернате. Мне здесь нравится то, что я помогающим. Хожу на работу, то, что везде был парадок. Люблю помогать детям, инвалидам. Мы вот ждем с нетерпением гостей. Я хотел поздравить с Рождеством и с Новым годом усим деткам и усим, кто к нам приезжает сюда в интернат. Пожелать им счастья, здоровья, как у них все было в доме уютно. За собранные средства гостями были приобретены памперсы, концтовары, игрушки, сувениры на общую сумму 1400 динаминированных рублей. Клич был брошен по всему городу, но наиболее активное участие приняли сотрудники молочного комбината. Они собрали определенные денежные средства, на которые были закуплены все необходимые вещи, подарки, игрушки. Хороводы со сказочными персонажами, танцы, игры в снежки и подарки будут напоминать еще долго о визите гостей. Чтобы творить добрые дела, совсем не нужно быть волшебником. Как писал Федор Достоевский, кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра. Несмотря на то, что морозы ослабли, температурные перепады и гололедится такой прогноз на ближайшие дни. Ожидаются образования наледей в местах передвижения людей и транспорта. В целях создания безопасных условий для граждан и профилактики травматизма специалисты санитарных служб призывают руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц обеспечить выполнение требований к содержанию закрепленных территорий. За время господствования циклона «Аксель» в Брестской области от холодовых травм с начала года пострадали 58 человек. Пик обращений пришелся на 7 и 8 января. Большинство пострадавших получили амбулаторную помощь на месте и с рекомендациями были отпущены домой. В травматологическом отделении Барановической городской больницы сейчас находится 4 человека пострадавших от холода. У четырех человек, в анамнезе которых обморожение пострадали пальцы рук, ног, уши, только у одного было зафиксировано сильное переохлаждение и обморожение обеих стоп. Медики надеются, что одну удастся спасти. Из поступивших заслуживает внимания один пациент, который, будем говорить так, ведет немножко социальный образ жизни, практически он без определенного места жительства, одинокий, жил где-то на дачном поселке, в неотапливаемом помещении и в состоянии алкогольного пенения, не протапливал печь, плохо укрывался. И, в принципе, как он получил отморожение, он даже мне, в принципе, не мог даже ответить, как это случилось. Говорит, доктор, я даже не помню, когда я там пиану уснул и сколько я там пролежал. О нем уже знает вся наша травматология, он к нам уже второй раз госпитализирован. Первый раз мы ему вылечили бедро, он пробыл больше двух месяцев, да, так ведь, поставили на ноги. Он на своих ногах ушел у нас с отделения, он ушел у нас с отделения, то есть мы его выписали, в принципе, ну, будем говорить, как никого, как никогда. Владимир Семенович в 1995-м развелся с женой, совместный дом продали, потом он продал еще один дом, оставшийся по наследству, однако ничего взамен так и не приобрел. Один дом продал, женой разошелся с первой. Второй дом родители умерли, остался, племянница половину потребовала, у меня не было денег, 8 тысяч долларов выплатить, пришлось продать и второй. И так я остался без дома, без земли. Одна дача осталась у меня, все. Делек половину заполнил, дом второй родители отдал дочке, четыре с половиной, четыре семьи оставил. Ну, ни домика не купил, ничего, только две разошлись. И осталась одна дача родителей, на которой я и проживаю. Там вы живете, да? Да. Ну, они были согласен у них забрать меня на зиму к себе туда, ну, там не увязки получились с семьей, но я собрал, когда уехал. То есть к дочке вы не хотите ехать? Да, первая жена, мы с ней уже не живем с 95-го года. Дети все от нее, ну, бывают стучки, а мой командовать уже я не привык, что мой указывали мне, там то, то делает, то не делает. У мужчин есть еще сын. Он в местах заключения. Уже 21 год добывает наказание за совершенное преступление. А с дочерью, проживающей в Барановичском районе, в деревне Подлисейки, взаимоотношения не заладились. После больницы мужчина по-прежнему собирается рассчитывать только на свои силы и на помощь неравнодушного соседа, который вызвал ему скорую помощь, тем самым и спас. Ну, если что, то вот это, что мне Степан Иванович выручил, сказали. С Юлией они люди от Бога, как говорится, сказали, в этом году сделаем печку мне. Пенсию я получаю, хоть маленькую уже как-нибудь. Будет печка, будет все. На хлеб, на сушник какой-то я уже куплю, да они мне молодцы, помогают всегда. С всеми продуктами и одеждой. Ну, мы не пропаду, если дочь одумается, хоть приезжает, позовем батю туда. Не знаю. Медики обращают внимание, что очень важно после клинического выздоровления поправиться анатомически. В основном это, конечно, касается переломов, которые характерны больше всего для зимы в пору гололеда. Клиническое выздоровление наступает еще в больнице, но функциональное восстановление пациент еще не способен получить полностью в больнице. Он должен заниматься лечебной гимнастикой после выписки из стационара, после выписки из отделения реабилитации. И это не одного дня, будем говорить, время. А для этого надо иметь силу воли и заниматься постоянно физкультурой, лечебной гимнастикой, кому это показано. Своевременная помощь медиков – это одна из составляющих успешного выздоровления. А потом, конечно, все зависит от вчерашнего пациента. Зима в Зените и не исключено, что сильные морозы к нам еще вернутся в феврале. Поэтому знания при переохлаждении будут полезны всем и всегда. 10 января во всех соединениях и воинских частях внутренних войск началась плановая отработка программы обучения. Новый учебный период открыли торжественные митинги, на которых с напутственным словом выступили представители главного управления, командующего внутренними войсками и ветераны. Затем в войсковых частях прошли показательные занятия по соблюдению требований безопасности. Репортаж из 4-й отдельной специализированной милицейской бригады. Первый день обучения по традиции целиком посвящен предупреждению происшествий и чрезвычайных ситуаций повседневной и служебно-боевой деятельности военнослужащих внутренних войск. Начало нового учебного периода, мероприятие праздничное, поэтому и открывается торжественно. С построения личного состава, митинга и слов на путствие. Сегодня во всех внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь в торжественной обстановке происходят мероприятия по открытию нового периода обучения. В прошлом году личный состав вашей бригады показал хорошую обученность, хорошие результаты боевой подготовки. В прошлом году не было допущено рост травматизма, наверное, благодаря и тому, что каждый период обучения начинается традиционно занятие по мерам безопасности. Это занятие, которое проводится, необходимость, которому диктует жизнь, чтобы обеспечить сохранность жизни и здоровья военнослужащих, создать условия для безопасности прохождения военной службы. Сегодня внутренние войска – одна из важнейших частей охранной системы белорусского государства. Своим трудом они обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на страже правопорядка, защищая права и свободы граждан. Именно на них возложена ответственная миссия по предупреждению пресечения преступных проявлений, нейтрализации любых источников внутренних угроз. Я рад поздравить вас с началом нового учебного периода. Этот год будет непростой. Это год столетия белорусской милиции. Это год подготовки к столетию нашей части и в целом внутренних войск. Желаю вам, чтобы в наступившем году те результаты, которые были достигнуты предыдущими поколениями военнослужащих бригады, вы достойно укрепили, чтобы не уронили честь военнослужащего внутренних войск и старейшей бригады внутренних войск Республики Беларусь. Не случайно новый учебный год для военнослужащих начался с комплексных занятий по соблюдению мер безопасности. На учебных местах военнослужащие ознакомились с правилами обращения с оружием, взрывчатыми и токсичными веществами, боеприпасами, правильной эксплуатацией военной техники. Особое внимание уделялось соблюдению мер личной безопасности при выполнении служебно-боевых задач, ведь каждый день военнослужащие сталкиваются с риском для жизни и здоровья на боевой службе. 2017 год ставит перед военнослужащими внутренних войск сложные задачи и понятно, что для их выполнения каждому надо отнестись с полной ответственностью. В течение пяти последующих месяцев с военнослужащими будут проводиться плановые показные практические занятия по всем предметам обучения, к проведению которых будут привлекаться командиры частей, офицеры управления и подразделений младшие командиры. Имя барановического автора Галины Лис хорошо известно любителям современной белорусской поэзии. Не один раз ее стихи публиковали в литературных альманахах и сборниках, в том числе в белорусском журнале «Гоман», появление на страницах которого считается авторитетным среди белорусских поэтов и писателей. На счету Галины Лис и публикация пяти книг, первая из которых «Пускай душа моя для вас заговорит», вышла в свет в 2008 году. А последний сборник стихов «Когда не рядом я» в 2015. Значимым событием стал творческий вечер Галины Лис, который прошел в музее имени Петруся Бровки в Минске. Музей Петруся Бровки в Минске – место, значимое для любителей белорусской поэзии. И провести здесь творческий вечер почетно для каждого автора. Ведь это квартира народного поэта Беларуси, и здесь чувствуется особая творческая атмосфера. Очень приятно, что эта творческая встреча с моими друзьями была в музее Петруся Бровки. Потому что это квартира его, он жил там, он работал, он писал стихи, вообще свои произведения, не только стихи, но и прозу. И поэтому, конечно, прикоснуться частичкой души к этим стенам, к этим книгам, которые там в музее, и к этим строчкам, которые писал Петрусь Бровка, это было очень важно, приятно и как-то значимо для всех гостей, которые присутствовали там. Надо отметить, что Галина Лис одинаково хорошо пишет и на русском, и на белорусском языках. Это стихи о любви, дружбе, других человеческих ценностях. Ей близка тема природы, в ее поэзии не только очевидная красота. Петруся Бровки Участие в творческом вечере приняли и друзья Галины Лис, в числе которых народный артист СССР, композитор Игорь Лучинок, известный в нашем городе краевед, писатель, переводчик Михаил Малиновский. Гости с удовольствием высказывали свое мнение о творчестве, о поэзии в целом. Творческий вечер – это возможность быть услышанным, узнать авторитетное мнение. А еще во время встречи звучали песни, написанные на стихи автора в исполнении творческого дуэта «Золотой рассвет». Нередко стихи Галины Лис ложатся на музыку. Бывает, что даже не знаешь, пишешь стих, а потом люди творческие, которые поют, исполняют песни, пишут песни. Они увидели что-то в этом стихотворении, ну и пишут песню. Мне это, конечно, очень приятно. Бывает, сама что-то напеваю, записываю сразу, и тоже получается песня. А бывает, конечно, это уже целенаправленно. Вот «Мы победили», изначально было просто название «Мы победили» нашей творческой такой встречи. Мы делали в библиотеке имени Тавлая в 2015 году. Поэтому сначала было вообще только тема, название «Мы победили», вот, а потом родилась эта песня. Поэзия Галины Лис глубокая, содержательная, поучительная. Чувствуется, что каждое слово, сказанное ей, прошло через сердце, зарядилось ее энергией и имеет такой поэтический код, что без всякого сомнения воспринимается и принимается сердцем слушателя. Конечно, я пишу разнопланово, много как-то, о многих аспектах, многие темы затрагиваются в моих произведениях. Это любовь к людям, любовь к своим друзьям, к природе. Немножечко военная тематика есть. В 2015 году, когда была значимая дата, 70 лет Великой Победы, Великой Отечественной войне, написалась песня «Мы победили». Вот мы на этом вечере исполнили эту песню. Галина Лис исчезла тех, кто видит в обыденном значимое, вдохновляя нас смотреть на жизнь под непривычным углом. По стихам поэтессы невозможно провести черту и разделить их на философскую или любовную лирику. В них заложен какой-то магический, тайный, известный только ей код. И сказанное ей с первых строк завораживает и заставляет верить. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие семь дней, мы обязательно вам расскажем ровно через неделю. Всего вам доброго, до свидания.